всем привет сейчас у нас лютая дикая просто зима на улице ужасно плюс 11 градусов но я попытаюсь в этом диком морозе снять для вас выпуск посвященный теме применение куботана в повседневной жизни что такое куботан в 1972 году кубота такаюки японец занимавшийся каратэ решил модернизировать явару по-русски явара по-японски это джавара маленькая такая тонфочка он просто напросто отрезал лишний хвостик и оставшемуся предмету дал свое имя куботан постепенно этот предмет развился действительно в систему человек этот такаюки придумал свою систему карате с применением этого куботана ну и сейчас каждый даже самый ленивый человек прекрасно знает что такое кубота если кто не знает можете проклятые рудники можете посмотреть в так вот по технике применения куботана в любой нестандартной ситуации на улице в какую вы попадаете у меня сейчас в руках нечто подобное этому куботан не именно деревянный или железный куботан с одним из концов заостренный нет не обычная пластиковая такая палочка которую можно делать длиннее можно делать короче она переставляется здесь щелчками цель куботана нанести максимальный урон во время атаки противника и деморализовать его сам по себе куботан он вот посмотрите на мою руку он выходит за кулак буквально на два сантиметра максимум на полтора два три можно сделать больше кому как удобно и преимущество этого куботана перед простым кулаком перед пальцами в том что вы можете действительно эффективно воздействовать на болевые точки противника будь он на вас нападет посмотрите сейчас вот пожалуйста на плакат на нем изображены основные болевые точки на теле человека по которым можно с легкостью наносить удары пичковые удары этим куботаном единственный момент на который нужно обратить внимание ни в коем случае ни в каких обстоятельствах ни в каких условиях вы не должны наносить удар куботаном в височную кость височная кость сама по себе она тонкая если сделать хороший удар по височной кости она ломается она трескается она ломается и и от этого такого удара человек может просто напросто умереть то есть летальный исход не исключен после такого удара поэтому тем более я видел различные выпуски где всякие инструктора по рукопашному бою или инструктора по крафмага что интересно по крафмага рекомендуют наносить удары куботаном именно в височную кость ну ребят в боевых условиях да в боевых условиях в боевых действиях когда стоит вопрос жизни и смерти или я его или у меня тогда действительно как по-немецки называется нотве то есть вынужденная самооборота в обычной жизни если вы какого-то копника трухните куботаном в висок и он умрет вас посадят за решетку чтобы такого не произошло прежде чем елки-папки прежде чем начинать действовать этим куботаном подумайте головой ну и естественно когда вы работаете против вашего противника вы можете этим куботаном как продолжением вашего кулака продолжением вашей руки наносить не только блокирующие удары но и тычковые с давлением не только на болевые точки но а также на суставы на сухожилия чем это хорошо потому что во первых сам сам по себе куботан не важно такая вот палочка или же обычная у вас авторучка в руке она уже сама по себе заостренная и в момент удара в момент нанесения удара даже через такую зимнюю куртку толчок ощущается кулаком не так сильно потому что кулак все-таки плоскость более широкая и встречает намного больше пространства на руке или на теле чем и больше ты тычковый удар интересен тот факт что когда вы наносите один единственный удар вашим куботаном противнику вы его тут же деморализуете на несколько минут он действительно становится не не работоспособным не боеспособным то же самое касается и куботаны когда вы применяете этот куботан вы можете и наносить удары и наносить колющие режущие удары секущие удары какие угодно даже сбивая руку противника одной рукой вы вторую руку наносит вы вывозите вперед и бьете в подключичную вернее вот так подключиться или в подмышечную область наносите тычковый удар попробуйте попробуйте сами на себе просто-напросто вот различные места слегка наносить тычковые удары и вы поймете о чем я вам говорю факт остается фактор применение куботана она действительно допустимо законом не возбраняется правопорядком и за применение куботана за применение вот такой обычной палочки или авторучки карандаша чего угодно ни один мент к вам не докопается по причине применения холодного оружия так как куботан не подлежит под статью холодное оружие запомните ребята это очень важно это действительно очень важный момент если вы к примеру находитесь где-то на улице случилась какая нестандартная ситуация вы обязаны за себя постоять вы обязаны защищаться и связка ключей или обычная авторучка обычная палочка могут сыграть куда более сильную роль чем обычные руки пальцы или ваш кулак не забывайте об этом и пожалуйста если вдруг кто еще у нас не подписан на канал подпишитесь на наш канал поделитесь видео с друзьями если вы не поделились поставьте лайк оставьте свой адекватный комментарий не забывайте заходить нам почаще на канал всегда есть что-то новое всегда есть что-то хорошее интересное и оставайтесь с нами оставайтесь здоровы сейчас у нас правда на канале идут видео целая серия видео про собаку обожаку это моя собачка йоркши свитерьер и мы снимаем видео чтобы заполнить вот это вот пространство пустое на канале наступит весна наступит тепло мы опять начнем снимать и самооборону и айкидзюцу и карате и все остальное а пока всем удачи не забывайте о нас делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал всем пока 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 пока